Угольный департамент Арселор Миттл до сих пор не выплачивает компенсацию родным погибшего шахтера. Напомним, 14 декабря прошлого года на Абайской шахте при обрушении горной массы погиб рабочий. Без кормильца остались жена и трехлетний сын. Уже несколько месяцев семья обивает пороги инстанции, чтобы добиться выплаты денежной компенсации. Пока же все безрезультатно. Господин Мухаммеджанов, как мне дальше жить? Все-таки вы тоже папа и дедушка. Не знаю, у вас есть вообще на это право, что вот оставить мне. Можешь ходить побираться вот так к господину Мухаммеджанову. Как мне дальше жить вообще? Единственному сыну погибшего всего три года. Каждый день мальчик ждет отца домой. Только после страшной аварии на Абайской шахте он уже не вернется. Почти полгода маленький Саша находится на попечении у родного дяди. У матери просто нет средств на содержание ребенка. По выплате ничего нету. Ждем, вот ждем. Никто не выплачивает нам. Как нам дальше вообще жить? Погиб мой муж. Десять годовых ничего вообще нету. Никакой зарплаты. Ну как? Не выплачивают вообще никак. Как в дальнейшем обеспечивать ребенка? Мне нужны срочно, срочно деньги нужны. Родные погибшего убеждены, что авария на шахте произошла по вине самих работодателей, которые не только это не признают, но и не спешат выплачивать компенсацию. Уже несколько месяцев пострадавшая семья обивает пороги многочисленных инстанций. Необходимые документы у родных на руках. Только юристу угольного департамента их недостаточно. По словам членов семьи погибшего, начальник отдела техники безопасности Сергей Дудкин до сих пор не выдает нужные бумаги. Три месяца уже ходим, 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 ходим. То документы, то те, то те, то справки те, то эти. 25 процентов. 25 процентов только у нас 3 миллиона кредитов у него осталось. У него долгов только осталось на 3 миллиона. 6 миллионов только должна сейчас семья выплатить. А они вот эти вот, сколько там положено, 10 годовых вот эти вот, 10 годовых, они уже, они должны сразу это выплатить, они до сих пор эти деньги держат. Господин Мухаммеджанов и господин Айтколов, юрист, нарушает полностью кодекс Республики Казахстан, трудовой кодекс и колдоговор, где, в черном по белому написано, при увечьях, при травмах или при гибели выплачивается полностью сумма 10 годовых. И никаких там процентов, никакие там частями этого не позволено ему делать. Во всяком случае, если он закон пусть прочитает, я ему скажу, где основание, на каком основании вы выплачиваете ему только какую-то часть суммы. А совсем недавно семья Поповых обратилась за помощью в страховую компанию «Наматлаев». В базе данных у них погибший Евгений Попов числится, однако, не как погибший, а как травмированный. Это была последняя капля. За информацией съемочная группа обратилась напрямую к работодателям. Сергей Дудкин, он же начальник отдела техники безопасности, просто спрятался в своем кабинете. Будет предписание госинспектора труда. Ребенок шестой месяц сидит без хлеба, без витаминов, вы понимаете? Без садика, без освещения, без телефона. Вот вы опять на меня кричите, я в чем? Миром Гусал Кимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.